Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре интересная книга по нейробиологии, в принципе, по когнитивным наукам, известного автора Майкла Газанниги. Кто за главного? Про Майкла Газаннигу не знают только ленивые. Его легендарные исследования по рассечению полушарий большого мозга в составе команды Роджера Спери, лауреата Нобелевской премии по физиологии за данные исследования, облетели весь мир. Изыскания Газанниги последние 30 лет предоставили миру невероятно интересные факты об сложном устройстве человеческого мозга, о взаимодействии между полушариями и о том, что каждый полушарий вносит сугубо свою работу в целостное функционирование человеческого поведения. За многие годы Газаннига написал несколько солидных работ, и в последнее время он все более углубляется в изучение феномена человеческого сознания. И взгляды его, надо сказать, меняются, что опять же представляет собой отдельный интерес. Данная работа является первой работой Газанниги, переведенной на русский язык. Главным образом данная книга посвящена разбору феномена сознания. Сознание именно в том смысле, в каком субъект ощущает самого себя, воспринимает, осознает самого себя, ощущение самости, своего бытия. В последнее время данная тема в когнитивных науках звучит все чаще. Регулярно поднимаемый вопрос о сознании, об ощущении самости, или как еще называют феномен квалия, переживания себя в качестве самого себя, все чаще становится темой для дискуссий среди когнитивистов. Вопреки распространенным редукционистским воззрениям на феномен сознания, Газаннига описывает его как результирующую работу всех органов и зон мозга и плюс социального окружения человека. Сознание возникает на стыке целого перечня явлений и процессов, происходящих как внутри организма, так и вне его. Газаннига прямо признает, что был некогда неправ, полагая, что у человека имеется два сознания. Одно сознание в левом полушарии со всеми его специфическими взрослыми свойствами, и одно сознание в правом полушарии со специфическими детскими свойствами. И в данной работе Газаннига прямо признает, что то его воззрение на два сознания в человеке было неправильным. Здесь он прямо говорит, что отказывается от идеи два мозга, два сознания. И в целом на странице данной работы он развивает очень интересную, цельную мысль о сложном, структурном, системном устройстве сознания, как явлении Главным образом Газаника делает акцент на междумозговые взаимодействия То есть он четко говорит, что сознание не находится в мозге Как известно, нет, не существует, до сих пор не обнаружено никакой зоны в мозге, которая бы конкретно отвечала за сознание, что человек ощущает самим себя Такой зоны мозга не было и скорее всего никогда ее не обнаружат И Газаника в связи с этим уходит с позиции редукционизма на позиции харизма То есть более целостного взгляда на какие-либо явления И отстаивает точку зрения очень аргументированно и основательно о том, что сознание находится не в мозге А между людьми Сознание находится во взаимодействии между представителями социума Газаника говорит, что для обнаружения некоторых психических свойств человека Сложных психических свойств человека, таких как любовь, привязанность, ответственность Необходимо выйти за пределы мозга, мы их не обнаружим в самом мозге Нам нужно выйти за пределы мозга В ту сферу, где один индивид соприкасается с другим индивидом Где, собственно, и возникают те самые ответственность, любовь и привязанность То есть для обнаружения данных психических функций Необходимо выйти за пределы одного конкретного мозга И начать изучать взаимодействие целой совокупности мозговых единиц разных индивидов Ответственность, любовь, привязанность и прочие другие сложные социальные психические феномены Как раз разделены между индивидами Субъектами социального взаимодействия Надо сказать, что данный взгляд, данный подход В последнее время все чаще звучит с трибун на различных когнитивистских конференциях Когнитивисты недовольны тем, что очень часто в исследованиях мозг Человеческий мозг исследуется, изучается в отрыве от социального взаимодействия То есть непосредственно от той работы, для которой он предназначен Мозг был порожден в социуме эволюционном за последние 4 миллиона лет и, в принципе, даже раньше Мозг был порожден для организации социума, для взаимодействия индивидов во внутри социума И поэтому когнитивисты справедливо говорят, когда в исследовании изучаются Мозговые реакции конкретного индивида на независимую совокупность стимулов Мы изучаем функционирование мозга не на том уровне, на котором он реально бы функционировал Если бы те же самые стимулы происходили при социальном взаимодействии Если бы индивид был одновременно окружен другими людьми и взаимодействовал вместе с ними И тогда эти стимулы его мозгом бы воспринимались уже иначе, он бы реагировал на них иначе То есть мозг нескольких индивидов уже образует своеобразную сеть, связанную между собой И уже иначе воспринимающий, перерабатывающий стимул, реагирующий на действительность Идея о внемозговой природе психических функций не нова Она восходит и к концепциям Алексея Николаевича Леонтьева с его идеей экстрацеребральных звеньев То есть внемозговых звеньев, формирующих нашу психику, обслуживающих ее Также к идеям Петра Яковлевича Гальперина, который прямо говорил, что психика не внутри человека, а снаружи Поскольку формируется во взаимодействии с действительностью и во взаимодействии же с ней и проявляется Обе данные концепции базировались на культурно-исторической психологии школы Выгодского Который утверждал, что та или иная психическая функция появляется в бытии человека дважды В первый раз как результат межличностного взаимодействия между двумя людьми И затем уже как лично-психическая функция Банальным примером здесь было влияние речи на поведение ребенка Изначально ребенок, слабо владеющий речью, выполняет указания матери, которые дает ему вербальные распоряжения И ребенок их выполняет Впоследствии ребенок, овладевая речью, становится способен самостоятельно отдавать себе речевые команды и сам же их выполнять Когда речь со временем преобразуется во внутреннюю речь, то есть в собственно вербальное мышление Ребенок становится способен к целеполаганию, формулированию задач и их же осуществлению с помощью речевого плана Но все данные советской психологии основывались, конечно же, на концепции Маркса О примате бытия над сознанием Бытие определяет сознание Знаменитый пример Маркса о том, что человек Петр относится к человеку Павлу как к себе подобному И только потом, вследствие этого, относится как к человеку к себе самому То есть Петр осознает себя как Петра через Павла Данная концепция показывает, что сознание, осознание возникает не внутри человека А изначально реализуется именно как межличностное взаимодействие И только потом переходит во внутрь, в осознание себя как себя самого Именно поэтому можно говорить, что сознание не является продуктом мозга А оно, в первую очередь, внешне обусловлено теми самыми экстрацеребральными звеньями. Сознание возникает как результат взаимодействия между людьми. К примеру, дети, только осваивающие язык, поначалу сами себя описывают в третьем лице. И только позже в их речи появляется местоимение «Я». То есть изначально ребенок сам к себе относится с точки зрения общественного сознания. Он смотрит на себя, как на сторонний предмет. Он оценивает себя глазами других. У него пока нет понимания, что он – это он. И только позже, с развитием интеллектуальной деятельности и более углубленного взаимодействия с людьми, в результате индивидуализации из общественного сознания, ребенок вычерпывает свое собственное сознание. И в его речи появляется местоимение «Я», которому оно и описывает целостное интегрированное ощущение себя как личности. Собственно, в предыдущем обзоре, посвященному книге Сью Герхард «Как любовь формирует мозг ребенка», мы частично касались темы о том, как взаимодействие в раннем антогенезе между взрослым и ребенком приводит к формированию у ребенка ощущения собственной самости, ощущения себя как плохого или хорошего, в зависимости от качества отношений с родителями. Тезисы советской психологии о внемозговой природе психических функций многократно подтверждались в нейропсихологической практике по работе с восстановительным обучением. Больные, у которых поражены те или иные зоны мозга, вследствие чего выпадает та или иная психическая функция, могут ее восстановить с опорой на внешние звенья. В связи со всем этим Газанига, в Тори Рамачандрану, предлагает считать сознание результатом реверберации от всех ощущений, исходящих от внутренних органов, мозговых импульсов и в том числе социальное влияние внешних воздействий. Результирующее именно всех этих ощущений выливается в то, что все мы переживаем как сознание, ощущение самих себя здесь и сейчас. Каждый может вспомнить и пример с собакой. Когда пытаясь почесать свое ухо, она тянется задней лапой и сама же начинает на свою лапу рычать, а то и кусать. Или попытки собаки догнать свой собственный хвост. Наивному обывателю подобные примеры кажутся игрой собаки. Но на деле же они демонстрируют именно отсутствие в ее представлении интегрированного образа целостности Я. Собака не осознает себя как целостный набор из своих собственных органов. У собаки нет понимания себя как индивидуальной единицы бытия. Можно вспомнить и классический пример Рамачандрана по детям-аутистам, которые имеют склонность не сидеть спокойно на стуле, а раскачиваться, а порой и бить себя, причинять себе боль. Рамачандрану аутисты пытаются установить границы собственного Я, понять границы своего тела и себя самого. И данная интегральная концепция сознания в корне показывает отличие человеческой психики от психики низших животных, как на примере с той же собакой, у которых в принципе нет интегрированного представления о себе даже на уровне органов. И поэтому очень радует в работе Газаники его мысли о том, что для возникновения ответственности нужно больше, чем один мозг. Дальше следует отметить другой важный вклад, который делает Газаники в данной своей работе. Для российской научно-популярной литературы эти тезисы звучат еще в новинку. Суть их в следующем, что мозговая организация человека хоть эволюционно и формировалась от предыдущих общих с обезьянами предков и, соответственно, еще раньше от общих млекопитающих предков. Но в результате достижения человека своего эволюционного статуса мозговая организация сильно изменилась и стала отличной даже от ближайших нам родственников шимпанзе. К примеру, кому как не Газаники, специалисту, некогда очень плотно занимавшимся рассечением мозолистого тела и знавшему о нем, наверное, все, не знать, что в ходе филогенеза, эволюции мозга, мозолистое тело, та самая нейронная перегородка между двумя полушариями, соединяющая их, передающая импульс из одного полушария в другое, что эволюционно в ходе филогенеза, если мы будем смотреть по линии развития других млекопитающих, эволюционно мозолистое тело уменьшалось. Следовательно, это говорит о том, что полушария все более обособлялись друг от друга, все более дифференцировалось их развитие, они становились все более специализированными. Также, к примеру, у макак и даже у наших ближайших родственников шимпанзе так называемая передняя комиссура, также соединяющая, как и мозолистое тело, полушария, передающие импульсы друг от друга. Так вот, у них через переднюю комиссуру переходит визуальная информация из полушария в полушария. А что интересно, у человека, это же передняя комиссура, отвечает за передачу слуховой и обонятельной информации. То есть, анатомически одно и то же строение, а функции разные, хотя самые ближайшие эволюционные наши предки. Исходя из всего вышеописанного, Газанига неоднократно упоминает о том, что эксперименты, проведенные по изучению мозга крыс, голубей, мышей и прочее, и даже макар, они являются неадекватными для распространения этих данных на нейробиологию человека. Это совершенно справедливо, Газанига не первый, кто это высказывает, но Газанига приводит именно очень много материалов. Но на этом Газанига не останавливается, он идет дальше и вспоминает о двух типах нейронов, которые существуют только у высокоразвитых видов млекопитающих. Первый из этих нейронов так называемые веретенообразные нейроны или нейроны фонэконома по имени их открывателя. Данный тип нейронов располагается в поясное извиление только у человека, человекообразных обезьян, слонов и китообразных, а как известно, все перечисленные виды млекопитающих ведут очень сложно устроенный общественный образ жизни. Также тип зеркальных нейронов, открытый в 90-е годы, которые обнаружены у человека, человекообразных обезьян и, возможно, у некоторых видов певчих птиц. Данных типов нейронов не обнаружено у других животных, ведущих более простой образ жизни, имеющих менее выраженные когнитивные функции. Но и на этом Газанига не останавливается, он идет еще дальше. Он упоминает о знаменитом постулате нейробиологии, гласящем, что нервная клетка, нейрон, является одинаковой для всех видов. Это фундаментальный тезис нейробиологии. Но Газанига упоминает исследования, в которых было продемонстрировано, что стандартный нейрон, так называемый пирамидный нейрон, у разных видов обладает различными биохимическими и электрическими свойствами. Так в одном из исследований было обнаружено, что пирамидные нейроны человека и пирамидные нейроны морских свинок отвечают на внешние стимулы по-разному. Посмеиваясь над концепцией Маклина, выдвинутой более 50 лет назад, о триедином мозге, согласно которой человеческий мозг представляет собой трехуровневую структуру напластований разной эволюционной древности. В основании так называемый рептильный мозг, роднящий нас еще с древними рептилиями, в который традиционно относятся ствол мозга и ретикулярная формация. Вторым напластованием является чуть более молодое образование под названием лимбическая система, роднящая человека с первейшими млекопитающими, отвечающие, как правило, за эмоции. И третья, высшая структура, называемая неокортексом, или просто корой, которая отвечает за когнитивные функции, переработку информации и более адекватное реагирование на внешние стимулы. Газаника посмеивается над концепцией триединого мозга, говоря, что она напоминает ему так называемую теорию коезда, когда к локомотиву цепляются все новые и новые вагоны, и якобы сама система никак не меняется. Газаника же настаивает, что меняется вся система. Связи между разными отделами мозга каждый раз перестраиваются, когда возникает какая-то новая мозговая структура. В связи с этим наиболее древние структуры мозга меняют и свою функциональную работу. К слову сказать, даже в нейропсихологии вводной ее части упоминается постулат о так называемом «принципе кортикализации функций», или он же «принцип энцефализации», согласно которому древние отделы мозга в ходе эволюции утрачивали свои специализированные функции и постепенно переходили в разряд отделов, отвечающих за неспецифическую импульсацию, передавая свои специфические функции более высшим новым отделам мозга. К примеру, в исследованиях, которые были описаны Крушинским в его знаменитых биологических основах рассудочной деятельности, было продемонстрировано, что разрушение лобных долей у макак приводит к утрате ими материнского поведения и полового. В то же время разрушение лобных долей у кошек и собак к подобным потерям не приводит. Именно это говорит о том, что, рассматривая мозговую организацию разных видов, необходимо учитывать саму филогению, эволюционную лестницу, в которой происходит смещение от подкорковых структур к корковым, а следовательно, у наиболее развитых видов с наиболее разросшейся корой мозга. Львиная доля образцов поведения и психических функций переходит к горе головного мозга, а следовательно, формируется прижизненно. Пример между кошками и собаками и макаками при разрушении лобных долей демонстрирует нам, что материнское поведение и половое у более низших по эволюционной лестнице животных имеет врожденный характер, а у более высших у приматов, а особенно у высших обезьян, носит приобретенный характер и имеет уже совершенно другую структуру и природу своей реализации. Дальше, основываясь на своих предыдущих рассуждениях, Газанига вынужден перейти к описанию другого явления, известного как «эмерджентность». Термином «эмерджентность» описывается несводимость свойств совокупной системы к свойствам отдельных элементов ее составляющих. В связи с этим Газанига часто упоминает термин «фазовый переход». Его также использовал Рамачандра на своей работе о мозге. Фазовый переход обозначает некое количественное накопление, некое его свойство при достижении дальше некоторой критической массы, где данное свойство коренным образом меняется. То есть, количественные характеристики переходят в изменение качества. И вот именно в тот момент, когда Газанига описывает то, что накопление некоторых количественных факторов в какой-то момент приводит к изменению и в качестве системы, которая уже описывается по совершенно иным законам, становится и понятно, зачем в данной книге он в какой-то момент, казалось бы, излишне, где он в какой-то момент спонтанно уходит в описание законов квантовой механики. Поначалу это удивляет, но в дальнейшем, когда спустя много страниц повествования, становится понятно, почему он описывает, углубляется в законы квантовой механики, чтобы как раз пояснить, как законы, описывающие функционирование системы на одном уровне, неприменимы для систем более сложного уровня, где приходится формулировать новые законы, более обобщающие данные. То же самое получается и с развитием человеческого мышления, сознания, возникающего на каком-то этапе, как качественно новое свойство, которого нет у других животных. То есть весь этот экскурс, который Газанига проводит в квантовую механику, в ньютоновскую физику, он является неизлишним, он действительно хорошо аргументирует его позицию, поэтому курс читателя неподготовленного не удивляет. Вот и описывая то, как накопление некоторых количественных изменений приводит к прорыву в качестве той или иной системы, которая уже описывается совершенно иными законами, функционирует по иным законам, нежели система низших уровней Газанига и провозглашает такой тезис, как «больше значит другое», в принципе другое, существующее по иным законам. Это очень важно понимать, когда мы говорим о функционировании инфузорий, планарий, кольчатых червей, начиная простейшими великопитающими и заканчивая приматами и человеком. Это очень важно понимать, что есть некоторые этапы, где происходит тот самый фазовый переход, резкая смена свойств системы, поскольку накопились некоторых количественных показателей, достигли критической массы, и система переваливает некоторый рубеж, где она начинает функционировать по иным законам. Далее по минусам этой работы. По некоторым фразам, по регулярным фразам, которые встречаются в книге, становится понятно, что Газанига – немалый биологический детерминист, сторонник того, что у человека есть много врожденных поведенческих особенностей, психических особенностей. На протяжении книги он регулярно старается сыпать этими примерами, но, надо сказать, они неумелые, неказистые. К примеру, любой пример бессознательной обработки информации, который приводит Газанига, он по умолчанию считает, что это нечто врожденное. К примеру, осмысление и восприятие зрительных иллюзий. Газанига сразу списывает на то, что это врожденно, хотя мы знаем, что есть эксперименты, где показывают, что некоторые типы зрительных иллюзий не существуют в некоторых сообществах людей, более примитивных, чем наша цивилизация. Но Газанига об этом не упоминает. Для него, если есть зрительная иллюзия, то она есть автоматически у всех, значит, она врожденная. Это все не совсем соответствует действительности и вносит легкий неприятный душок в данную работу. Также Газанига удивляет некоторыми своими размышлениями, когда описывает детей и их также когнитивные свойства, осмысление действительности. И вот если он упоминает ребенка и у него выявлено то или иное свойство в 6 месяцев от рода, то Газанига сразу объявляет то, что это было врожденным. 6 месяцев. А порой, даже когда обнаруживается то или иное свойство в поведении ребенка в 16 месяцев, Газанига также его признает врожденным. В 16 месяцев. Это уже почти полтора года ребенку. Это в то время, как мы знаем, что как раз самые первые месяцы жизни ребенка, первые 2-3 года, это самый активный рост его мозга, самое активное потребление информации из окружающей среды и адекватная адаптация своего поведения под нее. Выработка соответствующих навыков. Но Газанига считает, что если 6 месяцев, то это уже врожденно, 16 месяцев тоже врожденно. Очень неказисто это все звучит. Далее. Местами в книге также можно встретить некоторые противоречивые суждения автора. Эта противоречивость, в первую очередь, видна на тех суждениях, когда он активно описывает, с одной стороны, что примеры на других животных видах, ниши по эволюционной лестнице от нас, нельзя считать адекватными для описания поведения человека, устройства психики человека. Сам описывает, как за счет свойства эмерджентности наше сознание, наше психическое развитие шагнуло на новый этап, который описывается качественно иными законами. Но в какой-то момент он все-таки не выдерживает несколько раз и пишет, что, ну не может биологическое существо быть без чего-то врожденного в психике. А потому у человека непременно должно быть что-то врожденное. И дальше следует пример из жизни биолог. В другой момент следует пример из жизни кенгуру, как у тех вот есть инстинкты такие-то и такие-то. То есть это забавно часто встречающиеся в литературе, в неумелой биологизаторской литературе тенденция доказывать, что у человека есть инстинкты на примере из образа жизни других ниши животных. Это забавно, это говорит о том как раз, что у человека сложно показать наличие каких-то инстинктов. То есть видно, что Казанига по теме врожденного-приобретенного скользит весьма поверхностно и неуверенно. Судя по всему эта тема для него весьма новая, и он размышлял о ней не так долго, как о взаимосвязи между полушариями, которые он исследовал еще в 60-70-х годах. Ну посмотрим лет через 20, возможно биологизаторские тенденции также исчезнут из его представлений. Вот собственно это все, что хотел сказать о данной работе. Работа безумно интересная. Читать ее одно удовольствие написано замечательным языком, с интересными примерами из жизни, из исследований, поскольку у Казаниги невероятный научный опыт. Поэтому данная работа будет интересна не только нейробиологу-когнитивисту, но и даже просто философу, рассуждающему о природе человека. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok